Осенью 2017 года, представляете, ученые наткнулись на настоящее чудо. Это было событие, которое потрясло научное сообщество и вызвало волну интереса по всему миру. На Гавайях, в обсерватории Pan-STARS-1, зафиксировали странный объект. Этот объект не был похож ни на что, что астрономы видели раньше. Летел он как метеор, да еще и по такой необычной траектории. Его движение было настолько странным, что сразу стало ясно – это необычный метеорит. Астрономы глазам своим не поверили, никогда раньше ничего подобного не видели. Они начали обсуждать, что это может быть и как такое возможно. Решили назвать гостя Оумуамуа, по-гавайски это значит «разведчик» или «посланец издалека». Это имя идеально подходило для такого необычного объекта. Очень подходящее имя, ведь Оумуамуа стал первым в истории объектом, прилетевшим к нам прямиком из другой звездной системы. Это открытие открыло новую главу в изучении космоса. Научный мир гудел, как улей, ведь Оумуамуа – как письмо из прошлого, которое может рассказать о том, как рождаются и живут другие планетные системы. Открытие стало настоящей сенсацией. Астрономы и ученые по всему миру начали строить теории и гипотезы о происхождении этого объекта. Миллионы людей жадно ловили новости, а ученые по всему миру строили догадки, откуда он взялся, из чего состоит. Некоторые предполагали, что это может быть фрагмент разрушенной планеты. Другие думали, что это может быть искусственный объект, созданный другой цивилизацией. Вопросов было больше, чем ответов, и каждый новый день приносил новые открытия и теории. Исследования продолжались, и каждый новый факт о Оумуамуа добавлял новые загадки. Его форма, скорость и траектория движения не соответствовали ни одному известному объекту. Это был настоящий вызов для науки, и ученые по всему миру объединились, чтобы разгадать эту космическую тайну. Оумуамуа стал символом того, как много мы еще не знаем о нашей Вселенной. Он напомнил нам, что космос полон тайн и чудес, которые ждут своего открытия. И кто знает, какие еще неожиданные гости могут прилететь к нам из глубин космоса в будущем. Оумуамуа сразу озадачил всех своей необычной формой, вытянутой, как сигара, в длину он был в разы больше, чем в ширину. Это было нечто совершенно новое и удивительное для астрономов, которые привыкли к более округлым или неправильным формам астероидов и комет. В нашей Солнечной системе такие чудеса не водились. Никогда прежде мы не видели ничего подобного. Оумуамуа стал настоящей сенсацией, вызвав множество вопросов и гипотез о его происхождении и природе. Да и двигался он странно не по эллипсу, вокруг Солнца, как все кометы и астероиды, а по гиперболе. Это означало, что его траектория была уникальной и не подчинялась обычным законам движения объектов в нашей системе. Это значило, что Оумуамуа, гость проездом, залетел из межзвездного пространства и, помахав нам хвостом, отправится дальше бороздить просторы космоса. Он пришел издалека и вскоре снова исчезнет в бескрайних просторах Вселенной. Еще одна загадка. Скорость Оумуамуа. Он двигался с невероятной скоростью, что также было необычно для объектов, которые мы наблюдаем в нашей Солнечной системе. Ученые думали, что, пролетев мимо Солнца, он успокоится, но не тут-то было. Обычно объекты замедляются после прохождения перигелия, но Оумуамуа повел себя иначе. Оумуамуа взял да и ускорился. Это было совершенно неожиданно и вызвало еще больше вопросов о его природе и происхождении. Настоящий космический фокус не иначе. Ученые продолжают ломать голову над этим загадочным объектом, пытаясь понять, что же на самом деле представляет собой Оумуамуа и какие тайны он скрывает. Что же такое этот Оумуамуа? Споры шли нешуточные. Этот загадочный объект, впервые замеченный в 2017 году, вызвал бурю обсуждений в научном сообществе. Его необычные характеристики заставили ученых ломать голову. Одни ученые стояли горой за комету, мол, состоит он изо льда и пыли. Они утверждали, что Оумуамуа – это просто межзвездная комета, которая потеряла свой хвост из-за необычных условий в космосе. Другие же уверяли, что это астероид, кусок камня или металла. Они ссылались на его плотность и форму, которые больше соответствуют астероиду, чем комете. Вот только ни одна из версий не объясняла всех странностей Оумуамуа. Его ускорение и траектория движения не соответствовали ни одному из известных типов космических объектов. Кометы, пролетая мимо Солнца, всегда оставляют хвост, как у павлина. А у Оумуамуа и в помине его не было. Это отсутствие хвоста ставило под сомнение теорию о комете. Да и форма с траекторией совсем не по-астероидному. Оумуамуа имел вытянутую форму, напоминающую сигару, и его движение было слишком необычным для астероида. Появились даже смельчаки, которые заявили, «А вдруг это инопланетный корабль?» Эта гипотеза вызвала много споров и обсуждений, но не была принята всерьез большинством ученых. В самом деле, форма и траектория движения объекта могли быть результатом работы двигателей. Некоторые предположили, что это может быть зонд, отправленный другой цивилизацией для исследования нашей Солнечной системы. Вдруг и правда братья по разуму решили на огонек заглянуть? Эта мысль захватывала воображение и порождала множество теорий о возможных контактах с внеземными цивилизациями. Вот только доказательств этому пока никаких. Несмотря на все гипотезы и предположения, ученые до сих пор не нашли убедительных доказательств того, что Оумуамуа является искусственным объектом. Загадка остается неразгаданной, и поиски ответов продолжаются. Из всех версий самыми правдоподобными казались две. Первая — Оумуамуа, это осколок планеты, которую разорвало на части гравитации звезды. Вторая версия — облако космической пыли, которое держится вместе благодаря электростатике. Первая версия объясняла странную форму Оумуамуа, вдруг это обломок ядра погибшей планеты. Вторая версия проливала свет на ускорение Оумуамуа, солнечные лучи нагревали пыль на поверхности объекта. Она испарялась и создавала эдакую реактивную тягу. Пока Оумуамуа гостил в нашей Солнечной системе, ученые не теряли времени даром и собрали о нем много ценных сведений. Например, узнали, что поверхность Оумуамуа красноватого цвета, как марсианский песок. Это характерно для некоторых органических молекул. Но чем больше данных получали ученые, тем больше появлялось загадок. Так и осталось тайной, как родился Оумуамуа, из чего он состоит, и почему ведет себя как космический хулиган. Открытие Оумуамуа показало гостей из других звездных систем. Не такая уж редкость. Ученые бросили все силы на поиски подобных объектов, придумывали новые методы, еще пристальнее вглядывались в данные телескопов. И удача им улыбнулась. В 2019 году нашли еще один межзвездный объект. Назвали его Два и Борисов. Открытие Оумуамуа перевернуло мир астрономии. Впервые в истории ученые смогли потрогать руками, ну почти, объект из другой звездной системы. Изучая Оумуамуа, мы словно подглядываем в замочную скважину, пытаясь понять, как рождаются и живут другие планетные системы. А вдруг разгадка тайны Оумуамуа поможет найти ответ на главный вопрос. Одни ли мы во Вселенной? Ведь если к нам могут случайно залетать гости, то и мы, возможно, когда-нибудь сможем отправиться к другим звездам. Оумуамуа заставил ученых всерьез задуматься о межзвездных путешествиях. Раньше это казалось фантастикой, но теперь надежда затеплилась. Конечно, до этого, еще как до Луны пешком. Межзвездные расстояния – это вам не шутки, да и лететь до ближайшей звезды придется дольше, чем живут на свете черепахи. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Оумуамуа открыл новую главу в астрономии – эпоху изучения межзвездных объектов. Ученые уверены – это только начало, и в будущем нас ждет еще немало открытий. Уже сейчас создаются новые телескопы – настоящие космические глаза, способные увидеть самые тусклые и далекие объекты. Кто знает, вдруг среди них окажутся и другие межзвездные странники. Каждое новое открытие – это как еще один шаг к пониманию того, как устроена Вселенная и какое место в ней занимаем мы, люди. Открытие Оумуамуа заставило многих задуматься. А вдруг мы не одни во Вселенной? Если в бескрайних просторах космоса есть другие планетные системы, то почему бы где-то там не существовать и другим цивилизациям? Мы всегда смотрели на звезды с любопытством и надеждой, а теперь знаем и звезды могут смотреть на нас. Оумуамуа – как напоминание о том, как мало мы еще знаем о Вселенной. Оумуамуа стал первым гонцом из далекого космоса. Он лишь слегка приоткрыл завесу тайны, за которой скрывается целый мир, о котором мы знаем так мало. Ученые продолжают изучать данные об Оумуамуа, и кто знает, какие еще секреты он нам раскроет. А пока нам остается ждать новых открытий и верить, что однажды мы сможем разгадать все тайны Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok